Саша Зуев нам, наверное, расскажет как раз о поравнении Принмана Келлера и о гипотезе замыкания, например. Да, 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 то есть вот как раз этот самый, этот подход наиболее востребованный и наиболее широко применяет. Какой это? Мне дают две статьи. Из первой статьи я расскажу про некоторые уравнения статистической гидромеханики. Там как раз получу эти уравнения, ну, покажу эти уравнения Принмана Келлера. Также я расскажу про достижения, ну, некоторые выводы, которые, ну, как раз, тратификацию и некоторые выводы, которые были сделаны из первой статьи. Кроме этого, вторая статья посвящена замыканию уравнения и гидрофизической турбулентности. Я приведу эти уравнения и покажу, насколько они совместимы с экспериментальными данными. Для начала, в школе Голмогорова теория турбулентности развивается как статистическая гидромеханика, в которой гидродинамические поля понимаются как случайные величины. С этой точки зрения теория турбулентности является статистической теорией. И для определения случайных величин вводятся все распределения вероятности этих случайных величин в конечном наборе точек пространства времени. Этим распределением вероятности соответствуют какие-то плотности вероятности, будем считать. И для плотности вероятности написано верхнее уравнение. Но тут помечено, что есть отдельные из параметров перемен. Но я не буду в это губляться. Умножив то уравнение на функцию от U1 и U1, мы можем проинтегрировать по этим U1 и U1 и U1. И получим вот уравнение, которое показано на слайде, это и есть уравнение признанное киллером. Хотелось бы сказать, что уравнение, которое было на предыдущем слайде, оно написано в 67-м году и до сих пор на момент написания статьи. Статья написана в 83-м году вроде. Не разработано каких-то хороших способов для получения конечномерных уравнений. И относительно уравнение Фридмана Келлера, у него существует большое многообразие, конечно, таких способов, которые позволяют находить различные тубулентные характеристики, в том числе и для физической тубулентности. А в середине МАМА-тожидания к комплексу берется? То есть там какая-то еще функция распределения используется? Или просто интеграл воспользуется? Ну, это просто берется интеграл. Ну, конечно, все это выходит из плотности вероятности. Из F1, N точно фрукс вероятности. Еще раз. Тест на XML, это же сам, для нас несколько? Ну, функция распределения F, она вышла из плотности вероятности. И плотность вероятности написана для количества точек, причем эти точки не только пространственные, но и временные. То есть пока никакой не пользуется стационарность, эргодичность, ничего нет? Ну, насколько я знаю, нет. Ну, и я хотел бы сказать несколько фактов просто из статьи. Там теория турбулентности развивалась как полуэмпирическая теория, сравниваясь там турбулентные потоки и молекулярные потоки. И по аналогии с длиной свободного пробега вели так называемый путь перемешивания, который можно еще и назвать длиной турбулентности. В 1930 году Кармен предложил депостису локального тематического подобия турбулентности, согласно которой удалось получить как раз длину этой самой турбулентности. В 1935 году Тейлор ввел понятие об изоторном турбулентности, про которое говорил Саша. И вообще, говорят, турбулентности со временем вырождается. И Кармен предположил, что это вырождение имеет автомодельную форму. Спустя некоторое время Калмагоров смог написать эту форму, которая выглядит вот этими двумя уравнениями. Это длина турбулентности, которая со временем увеличивается. И В – это энергия турбулентности, которая падает. Там степень минус 10 седьмых. Причем С – это просто какая-то константа. А тут это падает, когда нет вязкости, которая все ограничивает. Потом закончится падение. То есть это не стационарный процесс. Далее я хотел бы рассказать про турбулентность стратифицированных средов. Как я понял, характеристикой тратифицированных средов является энергетическим числом личностей, на котором есть отношение работы архимедовых сил к работе напряжения ледь-мольца. То есть фактически к кинетической энергетической турбулентности. Ну, во-первых, устойчивость стратификации плотности – это для больших энергетических чисел личностей. Там наблюдается компенсация. Работа архимедовых сил происходит против работы турбулентности, и в этом случае малотубулентности. Ну, это не только небольших, а положительных. Ну, да, положительных. Случа неустойчивости стратификации плотности. Как раз получается, как перекачка энергии. То есть энергия турбулентности увеличивается за счет работы архимедовых сил. Там написано, что это отношение какое-то. Да. Отношение, когда отрицательное. Да. Один случай, когда положительный. Получается, когда отрицательное. Вы просто знаете разные этих работ. Все больше ничего не имел в виду. Это отношение можно было не писать. Ну, согласно уравнению, ну, из уравнений Келлера Фриден и Келлера можно получить ряд конечномерных уравнений. При этом нужна какая-нибудь теория подобия, которая для стационарных и горизонтально-однородного случая записана следующим образом. Вводится внешние параметры и считается то, что все остальные кавычки внутренние параметры можно определить этими внешними параметрами. Ну, теперь я хочу перейти ко второй статье, которая... Сначала расскажу, что же такое геофизическое приближение. Ну, во-первых, это вертикальное масштабное движение превышает 10 на 10 километров, поэтому значительно меньше горизонтальных масштабов. Вследствие чего типичная вертикальная скорость среднего движения на несколько порядков меньше горизонтальных скоростей. Так что второе приближение — это пренебрегаемое влияние горизонтальных градиентов средней скорости на статистические характеристики турбулентности. Генерация КЭТ. КЭТ — это кинетическая энергия турбулентности, определяется в основном вертикальным градиентом горизонтальных составляющих скоростей. Для геофизического приближения можно описать уравнение Ренотис, которое выглядит следующим образом. Это уравнение для момента первого порядка. Причем для замыкания этих уравнений необходимо получить некоторые моменты второго порядка. Это тау 1,3, 2,3 и F3. Это есть потоки количества движений и потоки потенциальной энергии. Я бы хотел сказать, что в ранних работах эти моменты второго порядка в потоке каких-то физических величин определяются как усредненные градиенты этих физических величин, линейная функция от этой величины, и коэффициент пропорциональности, и вводясь как коэффициент вязкости, температуры проводности и диффузии. Позже Калмагору предположил, что эти коэффициенты могут выражаться через характерную скорость, характерную время-турбулентность. И тогда, поскольку эти коэффициенты имеют одинаковую разменность, получалось то, что их отношение универсальная константа. Но все же существует такое понятие, как число прадли, в котором есть отношение коэффициента вязкости к коэффициенту температуры проводности. Оно, согласно экспериментам, увеличилось при более устойчивой стратификации. Но, согласно предположению Калмагору, получалось, что пациент продли константа. Поэтому в статье предположили свой вариант измыкания уравнений, который заключался в написании для потоков, для момента второго порядка, написания уравнений баланса. Эти уравнения баланса были написаны, и из этих уравнений баланса удалось получить эту систему четырех уравнений. В верхнем уравнении ЕК – это генетическая энергия турбулентности. ЕП ввели также потенциальную энергию турбулентности, и получилось написать для нее уравнение, которое здесь находится вторым. Можно понаблюдать, что уравнение для ЕК и ЕП есть плюс-минус BFZ, то есть происходит как бы перекачка эстетической потенциальной энергии турбулентности. Можно ввести ингредиенты на число Ричсона, которое определяется вот этим, m2 деля на s2, именно этим формулами. Число Франдли, я уже сказал, это есть отношение коэффициента ясности к коэффициенту температуры проводности, и при этом, после как ввели градиентное число Ричсона и энергетическое число Ричсона, число Франдли получается равно их отношение. Также в потенциальной энергии турбулентность определялась следующим образом, и в работе удалось в случае равновесия получить турбулентное масштабо времени и длины. Моя формулами сталкивать. Используя эту теорию, было бы получено то, что, вообще говоря, коэффициент Франдли не является константой, и что он с увеличением устойчивости стратификации увеличивается, что хорошо совпадает с экстрентальными данными. Это и есть как раз нижняя графика, коэффициент Франдли от градиентного числа Ричсона. То есть видно, что сначала констант, то есть Калмаковская теория, в принципе, была верна для малых градиентных количеств Ричсона, но при более большой устойчивости видно, что уже заметно изменяется число Франдли. Используя экспериментальные данные, были получены константы из-за уравнений для биофизической турбулентности. Также на верхнем графике показана зависимость энергетического числа Ричсона от градиента. Также в этой теории было получено отношение потенциальной энергии, на потенциальной энергии турбулентности к полной энергии, и зависимость вертикальной доли турбулентности от числа Ричсона. Также видно то, что, в принципе, собоствуются эксперименты, и были получены некоторые константы. Те самые теоретические уравнения стали иметь более определенный вид. И это пример Николай Воговский. Ну, закончить я хотел иерархию модель турбулентного замыкания. Первая — это полная прогнозическая модель, которая заключается как раз в уравнении для момента первого порядка и уравнение для момента второго порядка, которые были записаны ранее на слайдах. Это и есть более полная теория, в которой получаются все особенности турбулентного движения, большинство особенностей. Тут написано ее преимущество. Также в статье указывается про модель градиентного переноса, которая заключается в предположении то, что потоки физических величин профессиональны соединенным градиентом эти физические. И, в принципе, эта модель работает для многих случаев океанологии и метеорологии. И последняя модель — это минимальная прогнозическая модель, которая состоит всего из одного уравнения. Если по каким-то причинам не удалось использовать все уравнения, приходится пользоваться только одним, то в статье рекомендуют использовать не для хронетической энергии турбулентности, как это было в раннее время. Советуют использовать уравнения для полной энергии турбулентности. Ну, поскольку просто из тех уравнений видно, что происходит перекачивание с хронетической потенциальной энергии. Ну, в принципе, все. Вот, как видите, здесь набор утверждений довольно сложный, многообразный, и вычисления просто не показаны. Но, наверное, поднимите кому-то понятную идею, почему получилась привлечь здесь Николай Могоровский. Н..- «Дави, Александр, еще раз скажите, концепцию потенциальной энергии, синетической энергии, турбулентности и как получилось… Как получилось замыкание уравнений? Да. Как получилось замыкание уравнений? Нет. Почему получилось фактически, что вот эти переломы на этом графике, экспериментально подтвержденные, который противоречит калмагоровской гипотезе ну в отличие от помогут гипотезы которую предполагается что коэффициент профессиональных какой-то речи не от характерного масштаба скорости тут для момента второго порядка вводились уравнение баланса то есть раньше предполагалось просто известной зависимости от устраненного градиента этих величин если это потоки это питание а здесь именно написано уравнение баланс вот из которых как раз и выросла вот эту систему ранее глобально просто исходная гипотеза оказалась неверная но одна то она и не пользуется чтобы быть верна не всегда и для того чтобы понять а верная или нет надо написать просто более полный было уравнение для данной задачи ответ получился такой что при а вот еще раз покажите график здесь что при низких значениях числа ричардсона ричардсона но вот меньше там порядка таких долей единицы все глумагорске и описание работает а при больших она перестает работать данные задачи а это оказывается достаточно типичной ситуации как сирий сергей сголов для пограничных слоев в реальной атмосфере то есть мало числа речицы на большие числа речи может общей идеи у вас что-то и осталось от общей идеи конкретное впечатление надо здесь серьезно разбираться теперь у нас дилемма оставить еще один доклад на следующий раз поскольку некоторые из вас я вижу уже почти засыпает изнемогает или вы еще десять минут сумеете поспать спокойно не мешает руки